культ поход да эта программа культ поход как мы обещали в студии по-прежнему соня дёмина николай голиков и напоминаем номер нашего прямого эфира 201 101 во-первых вы можете задать вопрос нашему гостю вас появится такое желание гостя мы представим через секунду буквально а во-вторых когда начнется наша игра вы сможете позвонить по этому телефону ответить правильно на вопрос получить призы призов у нас сегодня как всегда очень много и книг и пригласительных билетов а также вы можете задавать свои вопросы в телеграм-чате это эхо кирова наш канал и там кнопочка обсудить и в общем пишите все что вам хочется сказать этого у меня в бумажке еще пока нет надо будет внести ну что ж сразу представляем нашего гостя у нас сегодня представитель это самый известный в россии да наверное в мире цирковой династии дан запашный дрессировщик служный артист россии дан добрый день здравствуйте в нашем городе я так понял уже бывали и дяди ваши и не знаю еще кто то есть фамилия которая постоянно на слуху у людей люди мне кажется вот уже ассоциирует вот это слово да вот циркой запашной как бы это уже ну практически слова синонимы вы вы к нам впервые нет на самом деле я уже здесь был я приезжаю скорее всего третий раз и в общем-то всегда с большим удовольствием возвращаемся есть такие города которые называют цирковыми потому что публика здесь настоящая искренняя очень любящая цирк вот поэтому в преддверии того как мы собираемся какой-то город я всегда скажем обращаю на такие моменты внимания то есть мы уже знаем заранее что обязательно придет наша публика те зрители которые посещали представления и для меня это конечно же новые встречи со старыми знакомыми и это всегда приятно так что киров для меня в таком списке цирковых городов значится и сегодня наши слушатели смогут выиграть проходку на представление дана да вот николай пригласить на билет так приглашение приглашение проходка там как с заднего хода там приглашение красиво на двоих конечно в цирку одиночку не ходят с чем приехали новый год все-таки на дворе что-то такое специфическое на самом деле мы стараемся делать наши представления в понимании классического цирка это такие представления которые идут тертисментом и упор мы всегда делаем на взаимоотношения человека животным на демонстрацию сверхспособности людей это те действия которые мы не можем увидеть в обычной жизни мы не можем увидеть то взаимодействие с человеком животных разных пород хищных животных и так далее в зоопарке и цирк это конечно же настоящее честное искусство потому что это каждый раз происходит в прямом эфире вот ну а поскольку у нас такие праздники проходят в ближайшее время пройдут то мы не смогли не сделать новогоднее представление и в нашем представлении конечно же будут участвовать персонажи всем известны это и снегурочка и дед мороз и еще у нас представление было баба наталья у вас же цирк международный да совершенно забыл я наверное сказать представляю что цирк международный в международность в чем заключается но дело в том что наш клоун коверный которые принимают участие в представлении это итальянец вот и он несет солнечный юмор из италия всем зрителям мы уже работаем вместе около двух лет и в общем-то это достаточно необычный такой коверный которые я бы сказал отличается своим репертуаром от того что зритель российский привык видеть вот это очень интересно вот такое взаимодействие коверный это есть такие термины в цирке которые непривычно непривычно слышать я кстати на своем youtube канале об этом рассказу есть такие термины которые используются как и в театре так и и в цирке это человек который находится у ковра то есть как правило вообще во время смены номеров когда устанавливается сложная сложная аппаратура реквизит то есть задействуются клоуны как раз для того чтобы отвлечь зрителя от происходящего на манеже вот поэтому это называется коверный а ковер где стоит у ковра то есть на арене всегда стелится такой ковер но бывает его естественно там меняют зависимости от того что будет сейчас происходить устанавливается допустим воздушный полет или хищные животные например то есть ковер убирается меняется реквизит устанавливается там все необходимое для работы так далее и когда это очень масштабно происходит то есть специально наш клоуна отвлекаясь зрителя от происходящего и забавляет их своим юмором да у нас два вопроса по поводу такого клоуна во первых он итальянец он просто говорит он говорит у него уже есть такие серьезные успехи но все-таки нам проще общаться на английском языке потому что итальянский я к сожалению не так хорошо знаю вот у нас как бы вот больше общения на английском языке все таки с детьми там ну цирк все-таки дети в первую очередь да как они реагируют на то что человек выходит и слаженно так с известным акцентом начинать узнаете вы знаете я думаю что это все таки это какую-то такую перчинку приносит в наше представление и люди с интересом все-таки смотрят вслушиваются вот сколько я наблюдал за зрителем ну конечно же он говорит и по-русски какие-то там выражения есть которые нужно объяснить зрители два года выучить ну да нет но он сносно говорит но на самом деле нам проще действительно разговаривать на английском потому что английский он знает достаточно хорошо в общем-то и я свободно разговариваю поэтому как-то так вот и будет выражение по-русски русский язык он действительно очень сложный для иностранцев тем более потому что я вам скажу все таки от латыни все идет и английский язык очень схож и с испанским и с итальянским и пару раз порой я ему говорю что то, Адам, ты практически знаешь, можно сказать, что он англичанин, потому что очень много fork, fork это, например, impossible, impossible и так далее. То есть он практически меняет окончание, и даже слова, которые, допустим, он не понимает, ему объясняют на английском, и очень всё прекрасно, наше общение складывается. Да, но интонации-то совершенно другие. Но можно ловить. И вопрос ещё в том, у каждого народа своё чувство юмора, своё понятие о том, что весело, что смешно, что грустно. Где-то русские хохочут, японцы плачут. Вот этого барьера не возникает у него? Он был, он был, и мы над этим очень много работали. Мы, можно сказать, его русифицировали, потому что... Это уже не, это вообще полную перестройку. Нет, нет, всё-таки я не сторонник того, чтобы всё-таки человек приехал из Италии, и то, что он приносит, скажем, из Италии, этот юмор, он должен быть. Но просто то, какой менталитет у нас, и какой менталитет на юге, допустим, Италии, например, откуда он сам родом, он отличается. И поэтому некоторые вещи нужно просто, скажем, преподносить по-другому. Но юмор остаётся. И он в своих репризах, допустим, хорошо поёт и делает необычные совсем вещи, которые, ну, зрителя, скажем, воодушевляют, может быть. Потому что самое важное в артисте – это поделиться, уметь донести. И вот эту энергетику, которую артист готов передать зрителю, если он способен это сделать, если он хороший артист, то он донесёт, независимо от того, японец он, немец, итальянец. Мы проводим гастроли за границей, в частности, бываем, я в Германии раз 15, наверное, был. И всё зависит всё-таки от того, как артист способен передать, то есть как он способен взаимодействовать со зрителем. Поэтому можно сказать, что всё-таки есть такой цирковой язык, который доступен всем. Ладно, про вашего ковёрного поговорили, но вы ведь не только со своим ковёрным приехали, у вас же дрессировщик, у вас животное. С кем? Я лично работаю с очаровательными совершенно подругами, иначе их назвать никак не могу. Это шимпанзе. Вот, у меня две шимпанзе. Почти люди. Да, да. Это действительно очень-очень интересные обезьяны. С ними безумно интересно проводить время, потому что они постоянно учатся, и чем старше они становятся, и чем больше ты уделяешь им внимания, тем больше они перенимают. У нас практически такая семья, и мы постоянно взаимодействуем. И, вы знаете, это необыкновенное удовольствие наблюдать, насколько они интеллектуальны. Это постоянная работа. То есть, если, допустим, мы привыкли к собаку или кошку, мы можем обучить, скажем, до трёх лет каким-то трюкам, то шимпанзе это происходит практически постоянно. И вот этого предела практически нет. Вот моё любопытство, оно движет постоянно тем, что мы в этом взаимодействии находимся, и я предлагаю совершенно разные вещи. Это очень здорово. Ну и помимо того, как я работаю шимпанзе, у нас много разных животных. У нас есть и лошади, и другие породы обезьян. У нас есть и верблюды, и попугаи, и собаки тоже разных пород. Вот. Даже ослики есть. Ну и, конечно же, такие популярные жанры, как воздушная гимнастика, акробатика. Ну, это без этого цирка просто. Конечно. То есть, я почему и сказал вначале, когда мы с вами только начали наш диалог, о том, что цирк у нас всё-таки позиционируется больше как классический. То есть, он идёт всё-таки дивертисментом. Вот. Хотя мы сейчас делали некую сказку с нашими главными героями, о которых я только что рассказывал. Вы не про всех рассказали. Я вас сбил с итальянцем, чтобы можно было немножко вернуться к детей. Потому что Новый год у вас, как я понял, тоже немножко с акцентом. С итальянским акцентом, да. Но вот у нас лично я, не скрою, не знал, что такое или кто такое Бабо Наталия. Вот. Я думаю, что не все зрители сейчас понимают, о чём речь. Название немножко смущает. Но я говорю, первое, что приходит, ты вспоминаешь нашу Бабу-Ягу. Это Бабу Наталия, которая, видимо, какая-то родственница нашей Бабы-Яги. Да, это аналог нашего Нового года, но в Италии. Деда Мороза, то есть, как раз, да? Да, я подумала, что Дед Мороз по Бабу. Да, всё верно. Извините, оговорился. Но это практически наш Дед Мороз только в итальянском облище. И он, конечно, будет принимать участие в нашем представлении. Потому что всё-таки один из главных героев – это наш итальянский клоун Антонио. То есть будет и Бабу Наталия, и Дед Мороз. Они будут вместе? Да, да. Ну, это надо видеть. Я не буду всё раскрывать. Конечно. Пригласимся к нашим зрителям. Всё-таки я задам ещё один вопрос. Сейчас-то мужской. А у Бабу Наталии есть аналог нашей Снегурочки? Нет. Насколько я знаю, нет. Я могу сейчас ошибаться. Но в представлении его нет, да? Нет. Тогда больше тайны раскрывать уже, наверное, не будем. Так же наш Дед Мороз всё равно счастливей, по крайней мере. У нас сейчас 20 секунд буквально перерыв для объявления. Мы вернёмся. Культпоход. Продолжаем разговор. Напомню, что в гостях у нас сегодня Дан Запашный, дрессировщик, заслуженный артист России, который вместе с огромной международной программой приехал в наш город. Программой руководит заслуженная артистка России. Морица Запашная, как я понял, ваша мама. Да, всё верно. Вот у вас такое же на самом деле. Ну, хорошо. Вот есть, понимаете, такое понятие семейственность в отличном смысле. Раньше называли трудовая династия. Да, но на самом деле у нас и так называется цирковая династия. Но вот когда я видел анонсы вот того цирка, который к нам приезжает, и который в итоге приехал, там почему-то на первом плане были именно верблюды. Это вот какое-то особенное шоу с верблюдами? Вы знаете, я думаю, что наш российский цирк, он в первую очередь про животных. Потому что без животных, мне кажется, он сильно оскуднеет. И всё-таки, чем вообще в принципе цирк хорош, это очень многогранное искусство. И оно способно вмещать в себя совершенно разные направления. Но именно цирк с животными занимает довольно значимую часть. И поэтому мы стараемся всё-таки уделять именно внимание в большей степени животным, с которыми мы работаем. И всегда это, мне кажется, ассоциируется с настоящим российским цирком. Вот поэтому и животные. Поэтому, возможно, и верблюды, хотя у вас тоже была хорошая фраза, и даже ослик. Хотя обычно говорят, у нас в цирке много животных, и даже берут там бегемот какой-нибудь. Бегемоты тоже сюда приезжали. Ослик вот оказался уже таким животным цирковым практически, хотя раньше это очень распространённое. У нас на самом деле очень тоже интересный номер с осликами. Они выступают практически как дикие мустанги. Их несколько, их четыре. Ослика, и на них выполняют такие человеческие трюки обезьяны. Они как джигиты, выседают сверху. Но это не ваши шимпанзи? Просто миниатюра. Нет, да. Это не мои шимпанзи. У меня шимпанзи совершенно в другой роли выступают. Они интеллектуальные шимпанзи, да? Они как и физические элементы демонстрируют, так и интеллектуальные, комические. Поэтому моя задача была изначально, когда я создавался номер, показать вообще возможности, способности этих обезьян. Что, в принципе, я и делаю. То есть они и как комики, и как интерпренёры, и как акробаты. Потому что у нас работа не построена таким образом, как в понимании дрессура, а не полноправные партнёры. И мы делаем акробатические элементы. Наш номер как акробатический, такой можно назвать. Они как люди совершенно свободно передвигаясь по арене цирка. Делают групповые элементы какие-то и с моим участием и так далее. В общем, я их позиционирую как своих партнёров. А вот говорят, что у каждого животного есть свой характер. И действительно те, которые взаимодействуют. То есть у вас тоже, вы знакомы с ними как с персоналиями. Вот две девочки у вас, да? Да. Две девочки. Они сильно разные? Абсолютно. Вообще все животные разные. И задача воспитателя, дрессировщика, выявить особенности каждого животного, понимать, как с ними взаимодействовать. Потому что нет единого, скажем, правильного рецепта. То есть нет такой книги, где написано, сейчас сделаешь что-то, потом то-то, получишь то-то. Это, знаете, меня часто спрашивают, вот как вы делаете те или иные вещи. Потому что мы видим только результат, приходя в цирк. И это очень абстрактное понятие дрессора. И многие сейчас не понимают, каким образом это происходит. Дрессура – это воспитание животного. То есть у меня мои обезьяны появились годика. И я в первую очередь должен был самый сложный трюк освоить. Это чтобы они меня приняли в свою семью. Чтобы я был частью их семьи. И они мне доверяли. И только после того, как они доверяют, я для них как папа. Вы можете взаимодействовать и уже изучать какие-то там вещи. Это самое-самое сложное. Поэтому очень много в процессе вот этого взросления происходит изменений и в характере, и в поведении. И вы, как опытный такой человек, должны предвидеть какие-то моменты, которые, допустим, в работе могут быть полезны, например, или не полезны. В общем-то, дрессура – это довольно сложный такой процесс. Это, знаете, как вот есть наука синоптики. Вот они говорят, что вроде бы завтра там плюс 10 будет, а на самом деле вроде бы и нет. И вроде бы не получилось. Хотя вроде можно сказать науке. Нет такой книги. Есть, конечно, книги по адресуре собак, например. Общепринятые понятия. Есть очень много схожего на самом деле. Но для себя я выделил пять направлений в дрессуре. Допустим, это птицы, там попугаи и так далее. Хотя они тоже все отличаются. Есть и вороны, допустим, есть хищные птицы, орлы и так далее. Попугаи тоже по-другому, допустим, воспитываются. Есть обезьяны. И обезьяны тоже бывают человекообразные или обычные. И, соответственно, как бы и учитывая их интеллектуальные возможности, нужно понимать, на что животное способно. Дрессура лошадей, если вы хорошо владели этим жанром, то вы способны прекрасно работать и взаимодействовать с верблюдом и даже со слоном. Хотя вроде бы это кажется совершенно разной вещью. Есть дрессура собак. Есть дрессура кошек. И хищных кошек. И, как вы знаете, наверное, это такое интересное сравнение, то, что обыкновенная кошка во многом похожа с тигром. Только тигр в значительной степени больше по размерам и так далее. Мы попасть не скажем так немножко. Да, но повадки и какие-то моменты очень схожи. То есть тигры тоже мстят? Ну, у вас кошка, что ли, есть? Да. Она вам мстит? Ну, вот если ей что-то не понравилось, ее оставили там дома одну, дольше, чем она привыкла. Она обижается, наверное. Она обижается, и она дает об этом очень четко, вот на видном месте понимание. Я вам скажу, любое животное требует внимания. Вот. Если вы относитесь к своей работе серьезно, я отношусь это даже не как к работе, а как к образу жизни, то животное вам благодарно. И вот умение сохранять этот баланс, чтобы вы могли понимать, что требуется вашему животному, и животное для вас тоже могло, допустим, что-то делать, вот именно вся магия заключается в этом взаимодействии. Животные все разные. Бывают более добрые, бывают, скажем, не очень добрые. Бывают такие, знаете, моменты, когда люди в обществе представляют львов и тигров, допустим, добрыми животными, хотя они живут совершенно в разных, как сказать, условиях, нежели мы. И порядки, и, скажем, поведение у них сильно отличается от того, что мы привыкли видеть. Ну вот. И они очень могут любить сильно. Вот. Но для них, допустим, вот обезьяны, в моем случае, бывают сильно дерутся между собой, дерутся из-за ревности. Например, внимания я кому-то недостаточно уделил, вот как вот, да, вот, ваша кошка ждет вас, а потом там отыгрывается, потому что вот там я целый день просидел и прождала. Бывает из-за того, что я даже банально там прямой эфир иду со зрителями своими, там на YouTube-канале, например, сижу перед телефоном, обезьяна садится между мной и телефоном и просто показывает, что все, это моя собственность, да. Вот. А Боня, например, может тоже приревновать. Для них, допустим, подраться между собой, это ничего страшного. Они там сильно друг друга могут покусать, например, а через пять минут обниматься. А если так человека, допустим, обезьяна с такими большими зубами укусит, ну это поход к врачу. Вряд ли он быстро с ним обниматься. Она вроде бы интересна, и с другой стороны и опасна, потому что все-таки лев, например, весом, который достигает 300 килограмм, может даже неловким своим движением причинить довольно большой вред. Хотя они любят просто безумно. Вы даже не представляете, насколько приятно, когда такой серьезный хищник может даже тебя защищать, например, от людей, которые к тебе приходят. Бывают зрители, например, просят. Это смешно, да. Защитил. Свой доволи необычный, я бы сказал. И зрителя нет. Да, бывают просто зрители хотят, там, знакомые какие-то прийти в гости и посмотреть, как мы живем. Ну, я не отказываю, бывают, как бы, очень, там, скажем, какие-то близкие друзья и так далее, и я их привожу. Но если это девушка, если это девушка с ярко выраженными женскими такими формами, и для моих обезьян это большая трагедия, потому что они практически воспринимают это как соперницу. Это смешно звучит, но это на самом деле так. Ну, понятно, на самом деле. И они показывают там всякие жесты, что сейчас там приблизишься, и все будет катастрофа. Это смешно звучит, это для нас смешно звучит, а не для них. С одной стороны, это очень приятно, понимаете. Да, ну, для девушки, я думаю, это такое. То есть тебе угрожали обезьяны. Да, вы долго в Кирове будете? Мы здесь будем до 12 января. То есть все каникулы ваши? Да, да, все новогодние. Часто ли представление? Вы знаете, сейчас у нас не так часто. На этой неделе мы отрабатываем субботу-воскресенье, и со 2 января у нас каждый день начинается наша работа. Поэтому всегда в новогодний вот этот период мы достаточно много делаем представлений, потому что зрители, да и люди просто отдыхают, они с удовольствием приходят на разные такие развлекательные мероприятия, в цирк в том числе, и мы стараемся удовлетворить запросы наших посетителей. Это как раз к теме первого часа нашего разговора, чем люди занимаются в новогодние каникулы, если они не употребляют алкоголь. Да, у нас прекрасные совершенно возможности, в том числе это. Я просто думаю, что мы сейчас дадим немножко нашему гостю отдохнуть. Буквально три минутки у нас, да, перерывчика есть. Мы огласим список призов, потом успеет гость задать вопрос, а потом уйдем на перерыв. Вот так, шутка. Поехали. У нас есть пригласительные с открытой датой в Театре на Спаске. То есть со 2 по 7 января вы выберете дату, выберете спектакль, который вы хотите посмотреть, потому что спектаклей много различных на ваш вкус. Но вы можете получить пригласительный, и потом уже выбрать спектакль. Традиционно два билета на любой фильм и сеанс в кинотеатр «Смена». У нас есть приглашение в Театр кукол. Там Карлсон, который живет на крыше. Это 8 января в 2 часа дня, ограничение 6+. И книги от магазина «Читай город». Лоуренс Норфолк. Словарь Ламприера. Это постмодернистский роман-загадка, роман-лабиринт для истинных интеллектуалов и любителей детективно-приключенческих жанров. Истинным интеллектуалам должно быть больше 16 лет, скажу. Терри Игглтон. «Почему Маркс был прав?» Кстати, вот эта книга мне понравилась. Ее в тот раз почему-то не взяли. Очень интересная вещь, которая разрушает 10 предзятых мифов о марксизме. То есть мы же марксизм знаем только с одной стороны те, кто жил в советское время. На самом деле, это интересное очень учение. 16 плюс ограничения. Терри Игглтон. Это мы уже сказали. Да, Татьяна Мастрюкова. «Болотница». Прекрасный образец русского ужастика, написанный в строгом соответствии с жанровым каноном, но при этом захватывающий интерес на ограничении 12 плюс. И чудеса случаются. «Позитивные истории жизни». Это книга, которая собрала миллион лайков. Да, добрая, светлая книга, повествующая о реальных жизнях в ситуациях. 16 плюс. Это и другие книги можете купить в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 или Ленина, 103А. Также галерея «Прогресс», где идут сразу три выставки. «Арт-вятка» 2019, ограничение 0 плюс. Выставка «Вадима русских. Моя армия», ограничение 18 плюс. И можно посмотреть там же выставку живописи «Атмосферы Маргариты Мажоровой», ограничение 0 плюс. Выставка «Осинезалвятского художественного музея» на «Ликтос-71». Пригласительная на выставку театра в главной роли. Это кончается год театра, само собой, да. Работает она до 5 января. И вторая выставка – это «Две судьбы. Высоцкий и Шемякин». Эта выставка уже 16 плюс, ограничение имеет. Тоже в выставочном зале. У нас есть пригласительная для вас. Пригласительная в «Атскую филармонию. Мюзикл. Дед Мороз и три богатыря». 30 декабря в 14 часов. Большой зал, ограничение 6 плюс. Ну и, конечно же, пригласительный билет от наших гостей, о котором мы уже говорили. Это приглашение на спектакль цирковой. 20, на две персоны, безусловно. Ну, в цирк в одиночке тоже ходит, это совсем грустно. 29 декабря, начало в 12 часов. Программа Морицы Запашной. Ну что, Дэн, вопрос, и будем на перерыв. Ну, как я уже рассказывал в нашей беседе о том, что я работаю с шимпанзе, которых зовут Мальта и Боня, но я не сказал, сколько им лет. Если у нас будет правильный ответ, и кто-то все-таки угадает, то, конечно, этот человек получит этот пригласительный билет. Ну, или то, что он захочет, в конце концов. Да. Давайте сделаем так. Я все-таки подскажу. Начнем, допустим, с Мальты. У них разница, я сразу говорю, 4 года. Мальте 5 лет, Мальте 8 лет или Мальте 12 лет? Ваши ответы. 8 или 12. И пока мы уйдем на перерыв. Культ поход. Продолжаем наш культ поход. Напомню, что в гостях у нас сегодня Дэн Запашный, дрессировщик, заложенный артист России. Он задал вопрос перед перерывом, и у нас есть желающие ответить. Я правильно понял? Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Это Наталья. Да-да-да. Вы, Наташа, я вашу дуру. Вариант ответа повторить, что-то я. Да-да. Смотрите, значит, у меня две обезьяны, их зовут Мальта и Боня. У них разница в возрасте. Четыре года. Это звучит сейчас как арифметическая. Да-да-да. Ну, что такого-то? Не страшная цифра. Вот. На самом деле все очень просто. Смотрите. Мальте. Первый вариант 5 лет. Второй вариант 8 лет. А третий вариант 12. Как вы думаете, сколько Мальте лет? Пускай будет 8. Вы не угадали. Ну, по традиции. Второй вариант еще подумайте. 8 мы вычеркнем. Осталось что у нас? Два варианта у нас осталось. 5 или 12. 5 и 12. Юность и опыт. Сколько? 12. Вы угадали. Ровно 12 лет. Ровно 12 лет. Мы вас поздравляем. Поздравляем. Ну что, выбирайте приз. Спасибо. А вот слышала, что у вас в цирке есть? 29 на 12 часов. Да. Да. Все верно. Пожалуйста, а попозднее нет. У меня просто в 12 часов дети выступают. Может быть, там попозднее есть, если есть. Дело в том, что у нас просто в этот день одно представление. И оно состоится в 12 часов. К сожалению, такой возможности нет. Ну, к сожалению, тогда можно билеты в ТЮС на открытую дату? На открытую дату? Да, конечно. Трубочку не кладите. Поговорить с редактором. Спасибо за ваши ответы. Вам спасибо, вы все правильно ответили. Так, ну что, Соня, твой вопрос. Мой вопрос. А, сразу гаджет, да? Итак, сегодня 27 декабря. Я не помнила, что это пятница, но я помнила, что это 27 декабря. И ровно 188 лет назад, в 1831 году, некоторый известный человек, который впоследствии создал теорию эволюции, взошел на некоторый известный корабль. Вот вопрос, как назывался этот корабль. Не дам никаких вариантов ответа, потому что, мне кажется, все очень прозрачно. Она еще уже дала самую главную подсказку насчет теории эволюции. Да, поэтому... Осталось только вспомнить, кто же ее изобрел. Ну, это, я думаю, сложно не вспомнить. Да нет, почему, как тебе сказать. У нас ведь бывают такие интересные случаи, когда, ну, правда, человек спрашивает, ну, как звали там, скажем, Достоевского, и там такая длинная пауза в эфире, все думают. Почему? Потому что все думают, что есть какой-то подвох. Ну, так же все знают, что Федор Михайлович, что, наверное, что-то там в истории произошло, вдруг оказалось, что у него было другое имя, и все молчат. Итак, у нас есть звонок. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Александр. Так, Александр, как же назывался этот корабль? По-моему, Бигль. Все абсолютно правильно. Чарльз Дарвин отправился на корабле Бигль. Это какой приз вы выбираете? Там, по-моему, остался в цирке билет, да? Да, как раз остался. Хорошо. Ну, если можно, то... Можно, конечно, 29-го в 12 часов на две персоны. Все нормально? Да, приглашение отправляется Александру. Все нормально. Ну, мои трубочки вам расскажут, как сможете его получить. Приглашение ваше. Ждем вас в гости. Да. Вот сразу понятно, что люди, вот, говорите, цирковой город, да, люди цирк любят. Я тоже очень простой вопрос задам. Я всегда что-нибудь про музыку задаю. В седневно времени не было музыкальный пример приготовить, поэтому просто такое будет логически. Очень многие люди, особенно музыканты, выступают под псевдонимами, да, некоторые делают это псевдонимы своим именем окончательно до конца жизни. Сам простой вопрос. Вот все знают, как звали там Джона Лернона, как звали Пола Маккартника, звали там Джорджа Харрисона, а четвертый Битл, его звали Ринго Старр, да, это вот так вот его сценическое имя. Как на самом деле звали барабанщиков Битлз? И три варианта ответа. Его звали Роберт, его звали Роджер или его звали Ричард? А все на Ре. Ну, я специально подбирал. Ну, Ринго, понятно, он там весь ходил во всех этих кольцах, там во всякой бижутерии, значит, такой мальчик был, поэтому кликух такая. Я думаю, что сейчас большинство наших слушателей удивились вообще, что человека звали иначе. Да? Возможно. Что у него было имя. Я не знаю ответа. Ты не знаешь ответа? Нет. Вот видишь, как мне приятно, да, я сложный вопрос задал. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Михаил. Михаил, как звали Ринго Стара? Ну, попробую угадать, его звали Ричард. Совершенно правильно. У меня подозрение такое, что вы когда-то об этом знали, просто забыли. Да, на самом деле звали Ричард Старки, его настоящая его фамилия. Ну, понятно, что Старки, это вот даже по-русски как-то звучит алкогольно очень, да? А по-английски Ринго, все, персняк, Стар, ну, понятно. Он знал, что они станут звездами. Приз выбирайте. Я не слышал, к сожалению, можно, если можно, можно на операцию. Мы вас переведем на редактора. Безусловно, вы, я думаю, подберете себе подходящий приз. Смотрите, как сегодня быстро отвечают. Да, есть еще вопрос слушателям? Вы знаете, я даже сейчас затрудняюсь ответить на какой вопрос, но есть какие-то банальные такие вещи. Все-таки, если здесь настоящий такой цирковой город, да, то, я думаю, люди точно должны знать, сколько в диаметре арена цирка. А это какое-то постоянное классическое число? Это постоянное число, да. Ничего себе. А вы не знали? Нет, я не знала, что это постоянное число. Ну, как бы я представляю арену цирка, но я думал, что, ну, чем цирк больше, тем арена больше, нет? Нет, нет. То есть это конкретно? Нет, а зрительного зала это не, скажем, не зависит. А, то есть зрительный зал может быть большим, а арена всего такая? У Мышлено специально сделано определенное число. Вот чем мне нравится эта программа, понимаешь? Всегда. Век же и век учесть. Да, вот на самом деле, вы говорите, там, цирковой город. Вот в цирковом городе, как минимум, двое ведущих вообще даже не знают, что это постоянная величина. А с чем это связано? Это связано с тем, что вообще изначально цирк был придуман, именно вот этот манеж, для того, чтобы лошади было удобно разгоняться голопом. И чтобы оптимально, скажем, создать такое место, диаметр этого круга, чтобы она могла наклоняться, ей было комфортно бежать. То есть есть определенное такое число, которое позволяет лошади себя комфортно чувствовать на этой дистанции. А если больше сделать, ей уже некомфортно будет? Ну, да, потому что центробежная сила все-таки и понятие гравитации никто не отменял. И она будет падать. Ну, она не будет падать, просто будет некомфортно, она будет, она устоит, но она... Нужно просто будет значительно быстрее бежать. Мы же понимаем, что чем больше диаметр, тем, соответственно, нужно увеличивать скорость. Они же тоже рассчитаны на определенное время, он должен что-то успеть сделать за определенное. Это вообще понятно, как бы логично. И усидеть. Ну, это так удобно, оказывается. То есть вам не нужно осваивать новую арену уже примерно... Покрытие арены, оно имеет свои технологические какие-то моменты, которые должны соблюдаться. Но, тем не менее, все-таки есть некие отклонения, и отклонения эти, скажем, больше сказываются на жесткости или мягкости покрытия. И это ощущается. Нет, размер всегда, всегда один. Звонят и отвечают на наш вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Итак, вы знаете ответ на наш вопрос? 13 метров в диаметре манежа. Совершенно верно. Вы, наверное, в цирке работаете. Ну, знал просто. А вы вот знали, так говорите, или у вас просто телефон в руках? Это тоже не возбраняется? Простите, не понял. Вы в телефоне посмотрели и правда знали? Нет, нет, я знал, через детство знал. Ну, все верно. Я же говорю, это настоящий цирковой город. Вот, видите, мои слова имеют сейчас подтверждение. Мы вас поздравляем. И какой же приз вы выбираете? Спасибо. Если можно, я через оператора там... Ну, сейчас уже понятно, потому что мы все равно не знаем, какой приз взял предыдущий, звонивший, поэтому все, все сейчас к оператору. Смену, смену выбрал Михаил. Да, то, что уже знаешь. Ну, хорошо, смену вычеркнем. Соня? Все, да? Я не знала, что пятница. Кстати, мы сегодня в эфире выяснили, что Соня еще в четверке живет. Да, я удивилась, что на работе просто остаешься, да, и время пролетает. А я хотела еще больше, больше работать до новогодних праздников. А тут уже и все. Ну, я тогда минутку еще займу, а потом мы просто еще вернемся к цирку, потому что уже кончается, будет кончаться. Такой же точно вопрос. Есть еще такой исполнитель, известный лауреат Нобелевской премии по имени Боб Дилан. Так сказать, он литературной премии, хотя он... Ну, это классика. Классика, да. Вот три варианта его настоящей фамилии. Я скажу, выберите, какой из них правильный. И у него настоящая фамилия была Цинмерман, у него настоящая фамилия была Вайнштейн, или его настоящая фамилия была Горовиц. Вот и думайте. Цинмерман, Вайнштейн или Горовиц. Мне кажется, что моя голова вот помнит чуть-чуть, и я бы вот голосовала за один из вариантов ответа. Но сейчас я не знаю. Думаю, что многие под эти фамилии на слуху, потому что все три фамилии известные, так сказать. Они принадлежали не только Бобу Дилану, скажем так. С этими фамилиями много людей на свете талантливых живет. Ну да, но какой бы ни была у него настоящая фамилия, с ней не так легко, как с Диланом. Имя он оставил прежним, он остался Робертом Бобом, так сказать. Вот фамилию он поменял. Видите, я тоже для себя что-то новое знаю, если честно. Ее все-таки знал человека как Боб Дилан. Боб Дилан он все так знают. А фамилию Дилан он создал псевдоним в честь валийского поэта Дилана Томаса, которым восхищался. Ему очень нравился этот дядька из такой простой крестьянской местности валийской. У нас на самом деле в нашей семье тоже был псевдоним, но об этом тоже мало кто знает. Мильтонс. Это как в смысле? Вот эта фамилия Запашных не использовалась? Дело в том, что я в четвертом поколении, фамилия Запашных, но вообще мой дед это сын украинского артиста Михаила Запашного и немки, немки, Лидии Карловны Томпсон. Но они выступали со своим номером, и у Лидии Карловны отец также был клоуном и имел тоже не одно поколение в цирке, поэтому у нас на самом деле очень много лет в нашей династии. Но именно династия Запашных ровно получается 119 лет с 1900 года, если считать Михаила Запашного. Но, тем не менее, Томпсон выступали под псевдонимом Мильтонс. Да? То есть вот в том поколении, в очень далеком. Да, какое время, начало лета получается. Нет, ну вообще цирк, конечно, он славится такими псевдонимами, звучными, это так должно впечатлять. У нас есть желающие насчет Нобелевского лауреата разобраться. Добрый день. Алло. Алло, вы в эфире. Алло. Алло, слушаем вас. Здравствуйте, это Светлана. Ну давайте я выбираю первый вариант. Циммерман. Циммерман. И это правильный ответ, его звали Роберт Циммерман. Ой, как хорошо. Вам везет в последние дни, Светлана, я очень рад за вас. А можно ли к редактору? Конечно, к редактору, потому что мы как всегда не знаем, что происходит. Спасибо большое за звонок. Как всегда не знаю, что происходит. Ну, потому что там редакторы выбирают призыв, все судьбы мира решаются. Внутри своей головы я тоже голосовала за Циммермана. Ну, он сам ли Циммерман, да. Что-то помнишь иногда. Он официально сменил фамилию, поэтому он уже не Циммерман. То есть есть такие случаи, когда просто человек живет при своей фамилии, пользуется псевдонимом, он официально и поменял. Но вернемся, наконец, к цирку. После вопросов все-таки вот, Дан, еще раз приглашайте кировчан. Дорогие друзья, я думаю, что многие из вас уже знают, что мы приехали на гастроли в ваш прекрасный город. Но, тем не менее, если же вдруг кто-то сейчас для себя об этом узнал в данный момент, то мы приглашаем, конечно же, посетить наше представление. Я уверен, мы скрасим эти два с половиной часа, проведенные на наше представление в цирке. И будем рады вас видеть. Приходите, мы скрасим ваше время. Я бы еще напомнил про самую такую фишку, которая мне сегодня понравилась. Это ваш клоун? Да, итальянские коверные. Ну и много животных, конечно же. Но, опять же, куда же мы можем деться без гимнастов, акробатов и калибристов? И программа будет длиться... Две прекрасных девочки-шимпанзе вместе с Даном. До 12 января в Кировском цирке. Всем известно. Приходите. Спасибо, Дан, что нашли время. Спасибо. С наступающим. С наступающим. С наступающим. С наступающим. Взаимно. Всех благ. Культ поход.